Здоровье человека на 55% зависит от здорового образа жизни, на 20% от экологической среды, в которую он живет, на 15% от наследственных факторов и всего на 10% от медицины. Получается, что о больницах и врачах нам думать особо-то и не стоит. А вот так ли это? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Анна Дубасова, главный врач Самарской городской больницы номер 7, руководитель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Анатольевна, структура лечебного учреждения вашего достаточно необычная, это целая огромная сеть. И вот из чего она состоит? Наверное, с этого начнем. Ну, лечебное учреждение, которое я возглавляю, состоит из стационара на 260 коек и 5 амбулаторно-предприятических отделений, плюс Центр амбулаторно-онкологической помощи и 2 палиативных отделений в стационарии. Это общепалиативное отделение и палиативное отделение для онкологических больниц. Ну вот надо понимать, что 5 ваших амбулаторных и поликлинических отделений – это ни в одном месте и ни в одном районе. Ну, общая протяженность 80 километров. Есть еще у кого-нибудь такой участок? Есть, есть. Мы абсолютно сравнимы с Куйбышевским районом, соответственно, с 10-й городской больницей. Есть, наверное, на сегодняшний день самое сложное лечебное учреждение области – это Сызры, которое в рамках пилотного проекта объединило в себе несколько лечебных больших учреждений. И, конечно, сейчас это, ну, наверное, один из самых сложных в управлении медицинских объектов. Ну, мы не про Сызры сегодня, а какие поселки вот эти 5 отделений? Ну, у меня это поселки Мехзавод, поселок Управленческий, поселок Красная Глинка, Прибрежный и поселок Беренка. Ну, вот стационар находится на улице Крайней, Глинка и Мехзавод – это тоже там все по краю, получается, столицы региона. А вот слово «крайний» как-то вот все время здесь встречается. Говорят, с краю или на переднем крае? Вот вы где? Мы однозначно на переднем крае, потому что с краю – это не про медицину. Да, на переднем. Поскольку все-таки вот 80 километров, столько структурных подразделений, достаточно сложная система, действительно, что значит быть главным врачом? Хороший вопрос. Что значит быть главным? Моя бабушка, которая была главным врачом 11-й поликлиники 60 лет назад, она всегда говорила, главный врач – это не врач вообще. Это тот, у которого трубы текут, крыша, там еще что-нибудь, да? То есть главный врач относится к категории организаторов здравоохранения и должен организовать процессы внутри лечебного учреждения таким образом, чтобы наши пациенты получали качественную медицинскую помощь в нашем учреждении. Поэтому отвечает он за все, и за все показатели медицинские, и за те же трубы, и за, я не знаю, за елки на территории, за все. И за здоровье жителей, которые являются прикрепленным населением к нашему лечебному учреждению. А количество назовете сколько к вам? 86 тысяч. Цифра, конечно, впечатляющая. Ну, на самом деле, нет, дело в том, что у нас большинство учреждений городских и областных, они где-то плюс-минус вот так и нарезаны, да? Там 80, есть учреждения, где 90 тысяч населения, есть учреждения, ну, например, там Новокубежск, там одно лечебное учреждение, да, это целый город. Чапаевск, одно лечебное учреждение. Поэтому численность населения у нас, ну, вот она такая средняя статистическая, разбросанность большая, а численность, она вот достаточно привычная. Ну, это все, и взрослое, и детское население, понятно, да, то есть, как бы от нуля и до самых возрастных наших пациентов. Вы сказали, что у вас два палеотипных отделения. А все-таки как разобраться, в чем отличие? Ну, одно чисто онкологическое. То есть это пациенты, которым необходимо оказывать палеотипную помощь при онкологических заболеваниях. А второе с любыми другими заболеваниями, там, где пациент признан палеотипным. То есть пациент врачебной комиссии признается палеотипным, и в связи с этим может находиться в палеотипном отделении. А так ведь не было? С какого-то времени у вас второе появилось? Нет, у нас раньше были койки сестринского. Вот одно так и было. У нас, ну, когда-то это называлось хоспис, потом это слово убрали, потом это снова стало палеотипным отделением. А койки сестринского ухода, очень привычное для бабушек название, они привыкли, они их и до сих пор называют соцкойки. Вот. А в связи с изменением нормативной базы эти отделения все стали палеотипными. Ну, там же находится пациент временно, правильно? По-разному. Есть те, которые временно, есть, которые годами. К сожалению, мы достаточно часто встречаемся в ситуации, когда тяжелый лежачий пациент и родственники не забирают его домой, отказываются забирают. И в пансионат не оформляют, и домой не забирают. Ну, мы же на улице человек выставить не можем, поэтому у нас есть пациенты, которые по 8-9 месяцев находятся в отделении. С сентября в области начался подъем вирусных заболеваний, об этом мы слышим и наблюдаем. Каждый, наверное, в своих коллективах, каких именно и что сейчас происходит? Ну, в раздел заболеваний острых респираторных вирусных относится огромное количество возбудителей. Там и грипп, и парагрипп, и ковид. И то, что мы называем безвозбудителя, просто простудные заболевания. То есть это действительно, как и всегда, каждую осень. Да еще такую, как у нас в этом году с вами затянувшуюся осень, когда мы не понимаем, во что надо себя и детей своих одеть. Так, чтобы это было по погоде, по сезону, мы то взмокнем, то остынем. А в этом состоянии наш организм очень легко воспринимает и хватает любой пролетающий вирус. А, к сожалению, эти вирусы все еще плюсом к всему, они воздушно-капельные. Помните, как тяжело мы привыкали ходить в масках во время ковида? Необразимо. Вот сейчас бы тоже не мешало, ну хотя бы уж совсем в каких-то таких закрытых местах, там в общественном транспорте, в небольших магазинах, надеть на себя маску, да, защитить себя. Но мы же как говорим, все, ковид закончился, да, пандемия закончилась, поэтому маски мы сняли. Ну, у некоторых они до сих пор в кармане лежат, сейчас с 19-го года, но массово маски сейчас не используются. Поэтому у нас, да, действительно, у нас осенний рост заболеваний. А ковид закончился, на самом деле? Нет, закончилась пандемия, ты ведь с нами навсегда. Да, просто многие говорят именно эту фразу. Так все-таки вот какая ситуация именно по ковиду, и уже боимся ли мы его настолько, как это было два года назад? Ну, наверное, настолько нет. Человек – это такое существо, которое привыкает к всему даже к этому. Ну, ковид мутировал, он сейчас совершенно другой. Мы видим малое количество пневмоний ковидных, вот тех, от которых люди погибали, да. Мы видим совершенно другие формы ковида, и по большому счету и высеваются другие, да. То у нас омикрон, то кракен, то еще кто-то. У нас постоянно какие-то новые названия появляются. Основными показателями является, как обычно, мазок. То есть задача какая стоит? Если у человека поднялась температура, если он почувствовал себя плохо, если мы подозреваем респираторное вирусное заболевание, мы должны сделать ему мазок, либо эхотест, да, ну, то есть какую-то диагностику. Вот внутри этой диагностики мы получаем положительные результаты по ковиду. Хотя и пневмонии встречаются, и грипп тоже есть, зарегистрирован в Самарской области уже грипп. В случае гриппа, да. И схемы лечения немножко разные. Ну, у ковида есть свои особенности в лечении. И именно для этого мы продолжаем это диагностировать. Для того, чтобы все-таки правильно назначить терапию по этому заболеванию. Вы сказали, один или несколько случаев есть гриппа, но... Не, не один. Он есть. Но получается, что еще не пошла эпидемия, которая, в принципе, ну, почти ежегодно у нас бывает. Ну, основная эпидемия гриппа у нас всегда, когда? Февраль-март. Когда, как? Не, февраль-март. Ну, скорее, да. Да, вот наш любимый главный детский инфекционист Сергей Михайлович Китайчик объявляет детям дополнительные каникулы во время этой эпидемии, да. Он всегда настаивает на том, чтобы закрыть там определенные, там, либо это классы, либо это целая школа. А иногда, когда совсем серьезные ситуации, мы закрываем полностью, да, образовательные учреждения для того, чтобы разобщить и остановить. Это обычно у нас февраль-март. Именно поэтому осенью мы проводим вакцинацию. Вот по поводу вакцинации как раз и был предварительный вопрос. Сейчас уже ноябрь заканчивается, почти декабрь. Ну, вроде как бы уже поздно. Нет, не поздно. Нам на формирование иммунитета нужно две недели. А острореспираторные вирусные, в том числе грипп, будут с нами до конца марта. А если весна у нас будет такая, как в прошлом году, затяжная весна, то и дольше, да. То есть все равно мы не можем исключить природный погодный фактор, когда у нас влажно, сыро, когда вирус чувствует себя по-королевски в этом состоянии. В том году у нас была затяжная весна и затяжной период острореспираторных вирусных заболеваний. Вообще по регламенту, по нормативу мы стараемся привить всех до конца года. Поэтому те, кто еще не привился, добро пожаловать. Вакцины есть во всех лечебных учреждениях. Задачи стоят амбициозные. И мы практически их выполнили по вакцинации населения, и детского, и взрослого населения. Но вакцины есть, поэтому тот, кто еще не успел, мы приглашаем на вакцинацию от гриппа. Есть люди, которые начинают задумываться над тем, какую вакцину ему нужно, какая лучше, какая эффективная. Есть ли смысл вообще этим озадачиваться? Последние несколько лет мы получаем несколько видов вакцин, все российского производства. И вы знаете, они все работают. А все остальное чисто удобство использования. То есть есть вакцина, которая вам плохо приходит, и нужно набрать шприц. Есть, которая сразу в шприцубики приходит. Есть вакцина, которая, ну, предположим, там, вот Савигрипп. Мы говорим о том, что Савигрипп в первую очередь детям, беременным, женщинам. То есть вот он помягче. Если там какая-то другая, грипполы или инфлювак, они там всем можно. Да, вот это вот мы деткам в первую очередь. Но по большому счету я вам хочу сказать, что любая вакцина защищает. Я порой, знаете, слышу от людей, мы привелись и все равно болели. Я на это всегда отвечаю очень просто. Вы не получили осложнений, вы остались живы, вы не получили в осложнении пневмонию тяжелую форму, потому что вирусные пневмонии, они очень тяжелые все. Не только ковидные. То есть, если вспомнить, 15-й, по-моему, год у нас был прям сильный подъем гриппа, прям тогда сильно это все было. И было очень много вирусной атипичной пневмонии. И эти пневмонии очень тяжело лечатся, а самое главное, они проходят бесследно. Вот как после ковида, вы знаете, сколько мы сейчас фиброза легких видим? В тех местах, где у людей были очаги ковидной пневмонии. А фиброза что значит? Это значит, ткань не тянется, не двигается. Эта часть легкого выключена из процесса. Дальше, если цепочку логическую продолжать, значит кислорода не хватает, значит какие-то ткани недополучают необходимое количество питания. Но это же, наш организм это единое целое. Если что-то сломалось, то, соответственно, страдает весь организм. А сейчас еще очень модно делать вместе две прививки от гриппа и от пневмокока. Это правильно, да. Это правильно, эти вакцины разрешено делать вместе. В первую очередь пневмокок мы рекомендуем привить всем жителям старше 60 лет. Потому что чем старше мы становимся, тем тяжелее мы переносим эти виды инфекций. И пневмококковая вакцинация защищает людей от тяжелых форм пневмонии. А на какой срок действует эта прививка? Ее же не нужно каждый год делать. Нет, ее не нужно каждый год делать. Эту вакцинацию мы делаем один раз в пять лет. В приоритете жители старше 60 лет. Для жителей старше 60 лет вакцина вся есть. То есть и даже если сделана прививка от гриппа, можно еще пойти? Их вообще можно сделать в один день. А если уже сделали грипп, то пневмокок можно пойти и сделать. Как-то вот традиционно все-таки люди старше 60 более ответственно относятся к таким вещам? Все очень просто. Вот люди старше 60 родились и выросли в Советском Союзе. Там же с нами никто не обсуждал, не рассуждал, надо или не надо. То есть как детей прививали? Всех взрослых как? Выстрелили? Вы помните мультик про бегемота, который стоял и трясся? Да, конечно. Нам даже мультики показывали, что идешь и вакцинируешься. И ни у кого из старшего поколения не вызывает вопросов, надо вакцинироваться, не надо вакцинироваться. Среди них нет антипрививочников. Среди нет людей, у которых это вызывает. Единственный вопрос, который у них могут быть, это в соответствии с их состоянием здоровья на сегодняшний день. Можно или нельзя им сделать укол с вакциной? Потому что у многих из них есть определенные заболевания, когда нужно все-таки подготовить к вакцинации организм. То есть в благоприятных условиях. Понятно, чтобы не было никаких катаральных явлений в это время, не текло из носа и не болело горло. То есть вот эти вещи в обязательном порядке учитываются. Врач осматривает перед вакцинацией и дает разрешение на то, чтобы это сделать. Я для тех, кто опоздал к началу программы, скажу, что сегодня у нас в гостях Анна Дубасова, главный врач Самарской городской больницы номер 7. И вначале я приводила статистику Всемирной организации здравоохранения, где 55% зависит от здорового образа жизни. Ну, в общем-то, все это знают. И только 10% зависит от медицины. Но, тем не менее, состояние развития медицины, безусловно, всех нас очень заботит, интересует. И поэтому сейчас хотела бы вернуться от прививок вновь к развитию медицины нашей региональной. И, в частности, вот видела такую новость, что открыт новый колл-центр на Красной Глинке. Я думаю, что вы... Ну, это в одном из поликлинических отделений, да. Просто понимаете, в чем дело? Вот на что... То есть сейчас идет серьезная цифровизация здравоохранения. Идет трудно. Трудно внедряется. Нам приходится ломать себя в первую очередь, да. То есть привыкать к тому, что мы должны работать в цифровом поле. И мы приучаем к этому наших пациентов. Которым удобнее прийти в 6 утра и стоять в регистратуру в очередь. Это отдельная беда, да. Это вот не переубедишь. И когда я вот недавно встречалась как раз с жителями Красной Глинки, я им говорю, ну вы на госуслуги зайдите и запишитесь к доктору. Они говорят, у нас нет госуслуг. Да. Я говорю, почему? Нам дети все поудаляли, они боятся мошенников. Я говорю, хорошо, пускай дети в своих телефонах установят ваши госуслуги и записывают вас к врачу. Ведь смотрите, что мы делаем. И именно для этого мы вынуждены были ввести там дополнительный колл-центр, чтобы они по старинке позвонили по телефону и не ждали там час в очереди звонка, как у нас иногда бывает. Но несовершенно пока вот системы и могли позвонить туда и записаться, чтобы вместо них в информационную систему оператор колл-центра внес данные о записи на прием. Идея-то грандиозная. И на самом деле мы видим, как это уже реализовано, например, в Москве. Они начали на 10 лет раньше цифровизацию, чем мы. У них вся, абсолютно вся информация уже цифровная. И взаимодействие электронного документа оборота между врачами, между врачом-пациентом, все там. То есть человек, получив медицинскую услугу, получает на госуслугах лист консультации. Понимаете? Мы к этому идем. У нас есть некоторые виды услуг, по которым уже приходят. То есть какие-то анализы, еще не все далеко, не во всех больницах, но уже есть. Когда приходят анализы, когда приходят описания снимков рентгеновских, когда приходят описания КТ и МРТ на госуслуги. Но за эти будущее. То есть это очень упрощает. Вот я все время, когда объясняю людям, говорю, зачем это надо? Я говорю, ну вот приехали вы в Владивосток, как турист. Сейчас же у нас очень активно развивается внутренний туризм. Вы приехали в Владивосток, смотрите, что ты ногу подвернули. Обратились в трампункт. В трампункте открыли вашу историю болезни. Они знают, что у вас гипертоническая болезнь, что у вас сахарный диабет. И что вам нельзя те или другие лекарства назначать. И они всю эту информацию видят. Это вообще фантастическая история. И это единая сеть, она по всей стране. И когда это так заработает, как в Москве уже работает, у всех, слушайте, мы будем в совершенно другом уровне находиться. Но в Самаре уже это все-таки немножечко начинается. Это не немножко, это уже сильно начинается. Но это просто достаточно... Представляете, какие объемы данных? Ну, просто это непросто. И очень сложно переучивать персонал. Потому что проще два слова на бумажке нить и все. А в систему так не внесешь к нашим корявым почеркам. У нас почерк всех похоже. Не внесешь. Там надо каждую буквку пропечататься. Она не пропустится дальше. То есть пока ты вот все пункты не заполнишь. Поэтому тяжело внедряется. Медики сопротивляются на самом деле на местах очень сильно этому. Но это на самом деле всегда новое, всегда внедряется непросто. Ну, ничего, справимся. Ну, еще о новом. Не так давно вы стали главой комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. Ну, не говоря о том, что, конечно, еще огромная дополнительная нагрузка. Но зато вы теперь в курсе вообще окончательно всех-всех-всех новостей по всей области. И поэтому, конечно же, что ждет нас в наступающем году? Есть ли уже тенденция к тому, что будет снижен бюджет на здравоохранение? Нет. Уже хорошо, да. Надо сказать о том, что вообще бюджет очень социальный. Очень социальный, то есть, ну, касающийся практически всех, вот, всей социальной группы отраслей, да. Надо сказать о том, что если мы берем блок, который от Министерства социального развития, да, и демографии, не то, что ни одна льгота не ушла из бюджета, они все проиндексированы, по огромному количеству льгот отменены критерии нуждаемости, вводятся дополнительные меры соцподдержки. У нас со следующего года каждая женщина, которая первого ребенка родила до 25 лет, будет получать дополнительно к федеральному материнскому комплекту, 100 тысяч рублей от области, до 25 лет. Мы пытаемся стимулировать рождаемость таким образом, да, то есть это, ну, средства, которых хватает, например, для того, чтобы там первично закупить все, что необходимо для ребенка, и коляску, и кроватку, и там комод, и ванночку, да, и все остальное. По участникам СВО, по семьям участникам СВО очень много изменений, таких, которые, я думаю, что будут положительно восприняты. Например, было принято решение в свое время о выделении земельных участков многодетным семьям, потом участникам СВО столкнулись с тем, что земли не хватает, там, ну, не хватает какой земли? С коммуникациями, просто земли много. А вот, чтобы была земля, да еще к ней были приведены все коммуникации, чтобы можно было построить себе жилье, есть определенные сложности, это занимает много времени, вызывает недовольство у людей. Сейчас, пожалуйста, сейчас мы приняли поправки, по которым в законодательство многодетная или семья, участник СВО имеют возможность не землю взять, а средства взять. Анна Анатольевна, только от медицины не уходите, а то мы же с вами позвоните доктору. Да, поздравоохранения вообще очень много и очень хорошего. Помните, нам Вячеслав Андреевич, губернатор Самарской области, Федоревич сказал о том, что безобразие с тем, что не хватает аппаратов МРТ. Да. И пообещал 20 аппаратов МРТ закупить Самарскую область, да, вот на пятилетний срок. Вот эти 20 аппаратов ровно разбиты на 5 лет по 4 аппарата в год, и на следующий год заложены средства на 4 аппарата. Один в Новокуйбышевск, один в Сызринь и два аппарата в Самаре. Но это только первый год. Программа рассчитана на 5 лет. Каждый год по 4 аппарата МРТ будут приобретаться. Будут капитально отремонтированы несколько крупных лечебных учреждений. И основной посыл губернатора не латать, а делать комплексный ремонт. То есть если мы там, мы, ну, да, крышу отдельно чинить можно. Ну, понятно, крыша это отдельно. Но не делать того, что вот есть корпус, а в нем вот полотделения отремонтировали, да, а полотделения не отремонтировали. Нет. Губернатор настаивает на том, что ремонт должен проводиться комплексно, чтобы люди реально видели, что ситуация поменялась, что ситуация изменилась, да. Будут продолжать строить ФАПы, будут продолжать делать приемно-диагностические отделения, будет меняться оборудование. Кроме того, у нас же стартуют новые национальные проекты, которые охватывают период 25-30 года, да, следующую пятилетку. Ну, принято у нас так в стране, мы пятилетками живем. Неплохо. Вот. И в рамках тех федеральных проектов, там тоже очень много, там есть потрясающий федеральный проект «Семья», внутри которого по здравоохранению заложено улучшение материально-технической базы детских поликлиник и больниц, женских консультаций, родильных домов и так далее и тому подобное. Знаете, я сегодня, когда смотрела картину, вот эту вот поправок, бюджет и так далее, я увидела, что на следующий год запланирован капитальный ремонт моей альмаматеры родильного дома городской больницы номер 2. Я, честно, рада за коллег безумно, потому что, ну, на мой взгляд, это один из лучших родильных домов. Не обижайтесь все остальные, но я же там работала, поэтому... Имейте право. Поэтому имею право. На такое мнение, конечно. Да, один из лучших родильных домов в Самаре. И то, что он, наконец, будет капитально отремонтирован, это просто, ну, я думаю, что для всех женщин, которые планируют забеременеть и родить, это будет большим подарком. Ну и завершая сегодняшнюю программу, возвращаясь к тому, что для всех необходим здоровый образ жизни, какие-то рекомендации ваши, чтобы именно вот больше внимания обратить именно на этот первый пункт? И уже только в последнюю очередь думать о том, что пора лечить. Знаете, я хочу сказать, что государство сейчас делает все для того, чтобы люди обратили внимание на свое здоровье. у нас существует как минимум три разных варианта диспансеризации. И в этом году стартовала совершенно новая программа, рассчитанная на женщину и мужчину репродуктивного возраста для выявления проблем с женским и мужским здоровьем. Это диспансеризация репродуктивного здоровья. Мужчина осматривает хирург-уролог, женщина идет к гинекологу там дальше. В рамках этой программы делается исследование, которое раньше вообще не входило в ОМС, можно было сделать только за деньги, и оно достаточно дорого стоит. Это жидкостная цитология. Это раннее выявление онкологических заболеваний шейки, матки, которые просто на самых первых точках ловят какие-то проблемы. Мы говорим, приходите, мы вам бесплатно сделаем, и вот можете мне поверить, можете не верить, мы гоняемся за женщинами для того, чтобы они прошли этот вид диспансеризации. Да, он касается конкретно женщин репродуктивного возраста, да, там до 50 лет, но это очень важная вещь, которую надо делать обязательно, и мужчин молодых тоже, да. То есть у нас же часть мужчин не знает о том, что бесплодие не только женское бывает, но и мужское. И мужское бесплодие гораздо быстрее выявляется, проще, очень легко выявляется одним обследованием. И сразу понятно, да, у женщин, чтобы бесплодие подтвердить, надо массу исследований провести. Ну, надо приходить, нужно приходить. Ну, я думаю, что вот сейчас вы услышали про диспансеризацию репродуктивного здоровья, если вдруг не слышали про нее ранее. И, скорее всего, в одной из ближайших передач, может быть, мы поговорим об этом подробнее. А я благодарю Анну Анатольевну за этот разговор. Ну и всем нам вместе желаем здоровья. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова